Это подружки и невесты. Браслетик такой. Это у нас для колец. Все гости уйдут у нас с памятным сувениром ручной работы. Роман и Анастасия активно готовятся к свадьбе. Пока будущие супруги живут то у одних родителей, то у других. В будущем планируют покупку общей квартиры. О заключении брачного контракта влюбленные не задумывались. Считают, это причудо людей состоятельных. И вообще, расчет убивает любовь. Брачный контракт заключать я не вижу особого смысла, так как российское законодательство вполне хорошо регламентирует полностью раздел имущества после развода. Пополам так и должно быть. Брак по расчету хорош, лишь бы расчет был правильный, говорила героиня популярного советского кинофильма. И с ней вполне солидарны юристы. В случае развода брачный контракт поможет обеим сторонам сберечь нервы. Тем более, что в России число богатеньких буратино растет. Чаще приходят не молодые люди, те, которые только собираются вступить в брак, а скорее уже люди зрелые, те, у которых уже есть какое-то имущество, кому есть что делить. Есть категория людей, которые занимаются бизнесом, и им это тоже удобно. Кто какое имущество получит в случае развода, разумнее договариваться на берегу, пока семейный корабль еще не отчалил и нет взаимных обид и претензий. Впрочем, российский менталитет и тут дает о себе знать. Во время обсуждения контракта молодоженов то и дело бросает в краску. Люди испытывают неудобство, неудобство от того, что сегодня они должны договориться о каких-то таких материальных ценностях. Менталитет у нас такой, мы еще не готовы к тому, чтобы вот так, как, допустим, в Европе, практически каждая семья старается заключить контракт брачный. Недоверие романтике не товарищ. По мнению скептиков, союз, который держится на брачном контракте, счастливым не назовешь. Да и обезопасить свое имущество на все случаи жизни нереально. Любой пункт документа можно оспорить в суде. Но жизнь диктует свои законы. Вот и у нас в Перми все больше людей преодолевают неловкость и подписывают брачные договоры. Елена Иговцева, Александр Копысов, Телевизионная служба новостей.